Мы это вырежем. Почему? Нет, мы это не вырежем. А мы сейчас должны пожать друг другу и сказать, первый раз познакомились. Сжечь. Прямо на свадьбе. Вместо свечей сжечь этого человека. Класс! Дим, ну привет. Ну привет. Привет, Триш. Для начала, вот ты популярный фотограф у нас в Липецке. Ты так считаешь? Да, я так считаю. Сейчас многие фотографы себя подписывают как свадебный фотограф, семейный фотограф, детский, там какой-нибудь еще, фэшн, фуд. Ты каким себя фотографом позиционируешь? Серж, вообще я называю себя свадебный портретный фотограф, потому что свадьба и портреты – мое основное направление. Но, наверное, половина у меня занимает также репортажек. То есть репортажки я люблю снимать, у меня это получается. Как многие считают, опять-таки. И, в принципе, там ведь тоже есть портреты, да? Репортаж – это же портрет, ну и чуть-чуть еще каких-то там деталек, событий и так далее. Свадебный портретный фотограф. Свадьба – это тоже в некотором смысле репортаж. О, Сереж, свадьба – это и репортаж, и фэшн, и предметка, и стрит, и бьюти, и что-то там только нету, да? То есть сам прекрасно понимаешь, что свадьба – это вот события от времени. Там есть все. Ты должен на свадьбе уметь снимать все. Почему свадьбы и портреты? Люди. Всегда интереснее снимать людей, мне всегда интересно общаться с людьми, потому что некоторые фотографы выбирают там фуд-съемку, да? Кто-то там снимает там животных, любит собачки, кто-то снимает интерьеры и так далее. Мне все-таки ближе именно общение с людьми, потому что каждый раз человек в кадре, ну, в основном разный. Понятно, что есть постоянные клиенты. Наверное, все-таки общение. Живое общение с людьми, и это интересно. Люблю я болтать. Понятно, но это хорошо. А с собачками не поболтаешь. Как и с бургерами, да, и другой едой. Как и с бургерами и другой едой, да. Ты вот довольно давно правильно занимаешься фотографией? Когда ты начал выучить? Моя фотография еще началась в школе. И причем, ну, так получилось, что когда у нас пошел век цифровых мыльниц, да, то есть вот они только появились, там заряжаешь пленку и все остальное. Ну, так получилось, что... Мыльницы, мыльницы, прям вот такие вот... Не цифровые, а пленочные. Пленочные мыльницы, куда вставляешь, перематываешь, вот, потом несешь, проявляешь там бесплатно или за 100 рублей, или там сколько там это было. Вот, так получилось, что в моей семье этой мыльницы не было. И мне папа дал в руки фотоаппарат, я помню, что мы поехали на Гальчу гору, это был какой-то там класс, мне было там лет 10, наверное, 11, он мне дал фотоаппарат и говорит, вот смотри, вот здесь, вот эта стрелочка должна быть здесь, и чтобы навести фокус, нужно вот две картинки соединить в одну, знаешь, примерно систему, как в танке, да, чтобы резкость получилась. Вот. Ну и, собственно говоря, тогда мне в руки попал фотоаппарат, и потом сам этот процесс, я еще застал процесс, когда вот эта вот красная лампа и так далее. Ну, понятно, что я маленький был, все это в плане увлечения. Наверное, тогда началось, вот, тогда это началось природа, погода, песики, собачки, котики. Вот. Потом это появилась уже опять-таки цифровая мыльца, я бегал, фотографировал всяких там родственников и так далее. Вот. Потом уже в более осознанном возрасте мне было где-то, наверное, 22-23, как давно это было. В институте, короче. Да, да, в институте ко мне в руки попал зеркальный фотоаппарат уже. Вот. И, наверное, тогда все это началось. Но если говорить о коммерческой съемке, да, когда люди сказали, что, да, наверное, это неплохие фотографии, мы готовы за это платить, то эта съемка у меня 8 лет. Первая коммерческая съемка это была студия. И прям пипец как было страшно. Типа фотосессия просто. Типа фотосессия, да. Почему-то человек решил, что у меня получаются красивые кадры и что он готов за это заплатить денег. Чудовищная, по-моему, какая-то сумма была там по тем временам, там, рублей 500, по-моему, как-то так. Ну, ты как бы шел к этому, ты хотел стать фотографом, зарабатывать этим деньги или просто вообще случайно? Ты знаешь, больше случайно. Мне просто это нравилось и потом получилось так, что, как я говорю, люди готовые, люди решили, что готовы мне за это платить. Ну, собственно говоря, я подумал, что, ну, а почему бы и нет? Были сначала какие-то индивидуальные фотосессии, да, там из серии, там, девочка, я купил новые, там, джинсы, кофты, еще что-то. Ну, как у всех, наверное, это бывает. Вот. Потом свадьба. Причем на своей первой свадьбе я говорил, что я не снимал никогда свадьбы, зачем вы меня берете? Вот. Но они сказали, что… Тоже решили? Да, они решили… Решили заплатить. Решили заплатить, да. Там тоже какая-то сумма была, там, с тремя нулями и одним числом спереди за полный день. Ты говоришь, тебе случайно в руки попала зеркалка? Да. Случайно это как? Случайно это я взял у знакомого поснимать. Мне просто стало интересно, что это за штука и с чем ее едят. Вот, да, мы не сравниваем там такие зеркальные мыльницы, потому что это немножко другое. Вот именно к зеркалкам, где надо крутить ручками, где мы выбираем параметры и так далее и тому подобное. То есть мне попало… Как учил отец на каречке. Да, 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 да. Вот, мне попала в руки камера, и я посмотрел и сказал, все хочу. И поехал, помню, со своим другом, мы поехали в Москву, там, закупились на какую-то чудовищную сумму, опять-таки, да. Много техники. Много. Ты знаешь, по тем временам просто я вспоминаю, сколько стоило тогда и сколько сейчас, да. Сейчас это все гораздо доступнее. В ступени. А с каким ты другом ездил покупать? Да, это Данил Лыжков. Он раньше тоже был фотограф, сейчас он видеограф, очень крутой, и мы до сих пор учимся… Учимся! И учимся мы тоже до сих пор, и общаемся, и дружим. В общем, спасибо ему тогда, что поддержал и помог. Как ты развиваешься как фотограф? Сначала что-то где-то увидел, посмотрел, это может быть все что угодно, это может быть картинка в интернете, какой-то мастер-класс, услышал про какого-то фотографа из уст в уста, да, там, съездил на какой-нибудь там воркшоп или еще что-то. И ты просто цепляешься за то, что тебе интересно и, соответственно, этому учишься. Ты хочешь сделать так же, либо чтобы это было так же, либо чтобы это было похоже, но в любом случае, чтобы это было неплохо, по твоему мнению. Да, увидел картинку, захотелось сделать, да, и в любом случае фотограф, то есть это развитие во всех направлениях, это развитие не только фотографии, это развитие и в ораторском искусстве, и в продажах, и в маркетинге, и там куча-куча-куча всего. Да, потому что, ну, сейчас мало быть просто хорошим фотографом, ну, как бы ты молодец и спасибо тебе на этом, да, вот, и ты будешь, наверное, голодным художником. Ты коммерчески успешный фотограф. Ты так считаешь? Нет, я у тебя спрашиваю. Ты как считаешь? Ну, я считаю, что да, ты знаешь, в любом случае показатель у нас в наше время, и в твоей, и в моей профессии, во многих других, у нас показатель всегда это рублем, даже, ну, что уж греха таить. Вот, поэтому, если люди готовы за это платить, если они за это платят, если они покупают услугу, если они покупают тебя как фотографа, да, потому что услуга и фотограф, ну, услуга и человек, это могут быть немножко разные вещи. Да, кто-то идет именно на человека, потому что, там, не знаю, там, нравится с ним общаться, нравится с ним работать, еще что-то. Кто-то идет на фотографа, потому что нравится его картинка. Вот. И если говорить об успешности, ты знаешь, всегда, наверное, хорошо, когда ты не садишься на диван и не говоришь, ну, все, я успешен, потому что вот в этот момент наступает стоп. Все, ты либо стоишь на месте, и тебя догоняют и опережают остальные, либо ты откатываешься назад. Поэтому сказать, насколько успешен, как коммерческий фотограф, да, наверное, есть к чему стремиться. Ну, всегда есть. Доволен ли я на сегодняшний день, да, наверное, хочется лучше. То есть, я не скажу, что я недоволен тем, что есть, да, но хочется большего. И, наверное, это хорошо, это стремление к развитию, и это правильно. Благодаря каким твоим действиям, не знаю, благодаря чему вот ты, как бы, добился вот этого? Сереж, я брался вообще за все. В плане вот рекламы, если говорить, да, потому что мы сейчас говорим о рекламе, как я понимаю, я брался вообще, я брался вообще за все, да, маркетинг. То есть, у меня было и кучей бесплатных съемок, кучей бесплатных репортажей, и благотворительные съемки, и рекламы в журналах, и работа для журналов по бартеру, как все журналы это очень любят. Вот. Какой они бартер предлагают? Ты им снимаешь, да, они, соответственно, тебе вносят какую-то определенную сумму, потом статья про тебя или еще что-то, или фотографии размещают, мы вас подпишем и так далее, и тому подобное, да, то есть, понятно. Я просто сумму пачку журналов поддаю. И что? И что ты с ними делаешь? Распространяешь их? Да. Ну да, они тебе платят. Тоже, кстати, хороший вариант. Вот. И радио было, и телевидение было, то есть все. И, как ты сейчас спрашиваешь, какой-то определенный совет, его нет. Потому что, если бы я знал этот совет, да, я бы, наверное, вот бил в эту точку и не распылялся на все остальное. Ну, короче, ты делал все, что мог? Да. В смысле, снимал все, что предлагают? Нет. Нет, мы сейчас говорим про маркетинг, потому что есть съемки, от которых я отказываюсь. Есть съемки, почему? Потому что я понимаю, что есть люди, которые в этом лучше меня, ну, или просто зачем кривить душой, я просто понимаю, что я не смогу эту съемку сделать хорошо. Например? Например, я очень редко снимаю нюшку. Вот прям очень редко, прям крайне редко. Вот. Я очень редко снимаю, практически не снимаю съемку Неборн, да, то есть вот новорожденных. Я понимаю, что есть люди, которые это сделают лучше меня. Да, то есть мне нравятся семейные съемки, да, я люблю это делать, но вот прям совсем малышиков нет. Есть люди, которые очень удачно занимаются анимал съемкой. Я понимаю, что они это сделают, да, и если меня просят поснимать собачку, ну, если это в качестве, ну, так скажем, дополнения, тогда да. Но вот отдельно, пожалуй, нет. Какие-нибудь интересные, есть воспоминания, связанные со съемкой свадеб? Ну, честно, должен сказать, что каждая съемка уникальна, и вот-вот. Говори, что вспомнилось. Говори, что вспомнилось. Не знаю, почему-то мне сейчас вспомнилось, когда у меня на свадьбе затвор полетел. Вот, фотографы знают, что это такое. Когда ты снимаешь свадьбу, да, и в определенный момент ты получаешь кадр, когда прям такой прям с хрустом хороший кадр ты получаешь, и у него прям половина пересвечена, половина в темноту, и ты понимаешь, что вот оно, момент икс. У тебя был с собой второй? Нет, у меня не был с собой второй. Это был начал моей карьеры, и у меня был один фотоаппарат. Хорошо, что это был вот финальный кадр на прогулке, и пока мы ехали на банкет, я позвонил друзьям, они мне привезли фотоаппарат, и я тогда отснял на него. Но с тех пор я понял, что на съемку нужно ходить с двумя фотоаппаратами, а то есть с тремя, и с телефоном. Ты встречаешься с молодоженами, ты с ними общаешься, какие они тебе вопросы задают, и что ты им вот рассказываешь, подсказываешь? Я сейчас пытаюсь в голове собрать топ вопросов, а где нам фотографироваться? Вот, где нам фотографироваться? Вот расскажи, где? Везде. Какие для тебя топ лучших мест для прогулки? Сереж, ну здесь подбирается под свадьбу, и ты сам это прекрасно знаешь. Если когда-то было такое, что просто, когда мы возили по таким намоленным местам, вот, и знали, что там в определенный час, в определенное время, при определенной погоде получился классный кадр. Вот. Потом ты уже учишься снимать, в принципе, при любых условиях, и начинаешь возить молодоженов, где тебе интересно. А потом ты доходишь до третьей такой стадии, когда ты понимаешь, что, наверное, съемку нужно подбирать под свадьбу. То есть, к примеру, если у невесты шлейф, там, не знаю, там, 10 метров, вряд ли ты повезешь куда-то в поле, в пахоту. Ну, прям, вот, вряд ли, да. Или, к примеру, если у невесты прямо такое короткое коктейльное платье, вряд ли ты ее поведешь в интерьеры, где, как у нас говорят, там, дорого-богато, да. То есть, ну, они просто не будут смотреться. Это может быть все, что угодно. И обычно с ребятами общаешься по поводу мест, да, что хотите. И главное, чтобы молодожены чувствовали себя там комфортно. Может быть, это вообще будет какая-то, не знаю, лавочка, на которой они познакомились, там, 3 года назад, и там, какая-нибудь кафешка, где они сделали друг другу предложение. Кстати, да, в наше время тоже нередко. Возможно, связать с историей, возможно, привязать к самим молодоженам, возможно, привязать образ к свадьбе, к их образу, да, то есть прогулку. Возможно, это будет какое-то место, которое ты им просто скажешь, либо они посмотрели, сказали, вот, мы хотим прямо в этом месте, прям вот хотим, вот где-то на кадрах увидели, да, и окей, хорошо. Возможно, это просто новое место, которое ты им скажешь, ребят, а там не снимал, ну, вот, к примеру, да, то есть, ну, не снимал-то там. Просто доехал куда-то там, не знаю, на какую-нибудь гору и посмотрел, думаю, что вот здесь вот будет круто. Бывают, не знаю, там, любые специалисты, там, фотографы, видеографы, да, там, ну вот, которые вот именно получают картинку, которые говорят, что я вообще ни за что и никогда не поеду снимать на площадь героев, или там, я ни за что никогда не пойду снимать в ЗАГС, там, да, там, ЗАГС это фу. Ну, есть такие люди. Вот. Блин, ребята, вы что вообще опомнитесь? Опомнитесь, почему? Потому что если люди, ну, вот, я всегда пытаюсь поговорить, да, всегда пытаюсь поговорить с невестой, то есть с женихом, что они хотят. Если она себе с детства представляла, как она стоит в этом ЗАГСе на Ленина, пускай она стоит в ЗАГСе на Ленина, зачем ее отговаривать? Пускай она будет радостная и довольная, потому что она об этом, она этого хотела. И не надо говорить в этом случае, да вы что, ЗАГС это уже не модно, давайте там сделаем сейчас арку с 10 тысяч цветами, давайте вам там соберем выездную регистрацию, ну, хочет она в ЗАГСе. Вот, поэтому по поводу площади героев, я однажды услышал очень осознанное мнение, почему люди хотят на площади героев, да, то есть мне объяснил это жених. То есть он говорит, мы тоже, и потом зайдем на площади героев, тебе положим вот букет. Вот, я спросил, зачем? Он говорит, ну, вот, перевел это на родственников, да, говорит, вот у меня дедушка, и мне кажется, если бы вот он, ну, и, в общем, дальше история, не буду ее объяснять, да, то есть он сказал, что я хочу, и вот мне кажется, что в этот день я вот таким образом проявлю свое внимание к нему. Да, это будет на площади героев, да, это будет, возможно, не там... эти эмоции, что бы это ни было, там, площадь героев, поездка к бабушке, не знаю, там, ЗАГС тот же самый, или еще что-то, да, абсолютно все, что угодно. Пускай это хотя бы будет площадь Петра. Фу, мы сейчас назвали места, которые, которые, прям, знаешь, вот топ-топ таких нелюбимых, и сейчас другие фотографы скажут, такие, тварь, все, другие, зачем он это делает? Нет, ну, чего ж кривить душой, да, площадь героев я не снимал там уже, наверное, года два или три. Ты когда-нибудь снимал фотографии на ладошке? Да, да, было. Один из самых первых моих мастер-классов, наверное, который вот мне в голову тогда вот и бонзился так, и там остался, да, то есть мы тоже разговаривали, это были московские фотографы. Тогда мне объяснили одну очень правильную вещь, ну, собственно, игра, которую я тебе сейчас высказал, да, то есть если люди хотят эмоции, дайте им, только если они хотят что-то стандартное, сделайте это нестандартно. По поводу невесты на ладошке объясню. Ну, как-то мы поехали в конный клуб, и, в общем, невеста сидит на лошади, все классно, вот, там шлейф такой, там жених рядом, и подходит мама и говорит, а сделайте фотографию, вот, пожалуйста, невесты на ладошке, пока мы здесь вот в лесу, красиво. Я так, а-а-а, потом думаю, надо как-то выходить из этой ситуации, вот. Потому что те, кто увидит эту фотографию, меня, наверное, потом сожгут. И я говорю маме, слушайте, давайте сделаем классный кадр, вот мы его немножко додумаем, мы сделаем жениха с ладошкой, на ладошке будет стоять лошадь, а на лошади будет сидеть невеста. Вот, она говорит, да, давайте. Я говорю, класс, мы снимаем этот кадр, причем я его гипертрофирую, я его снимаю на ширик, то есть там получается жених такой, вот у него там длиннющие ноги, там малюсенькая лошадь, вытянутая невеста, то есть вот, знаешь, вот стебный, прикольный, веселый кадр. Вот, я маме показываю, говорю, вам нравится? Она говорит, да, 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 классно, говорит, вот, прям вот, даже лучше, чем у, не знаю, там, Машки какой-нибудь, да. Я говорю, ну, все, отлично. Важно, повторюсь, разговаривать с людьми, у меня был кадр, когда ездим-ездим, и тут жених подходит ко мне и говорит, а можно меня сфотографировать вот с этими тремя парнями у вот этой стены, а там стена какая-то, знаешь, вот там 10 тысяч объявлений на ней висит, она вся какая-то грязная, и, в общем, короче, я такой, вы точно хотите у этой стены? Они, да, точно хотим. Они встали, я сфотографировал, вот, я всегда обычно в таких случаях спрашиваю, то есть, ну, вот, посмотрите, тот кадр, который вы хотели, они говорят там, да или нет, вот, они говорят, да, это тот кадр, который мы хотели, ну, как бы, я успокоился. Отдаю им эту фотографию, думаю, ну, окей, хорошо, хочет человек, то есть, мы делали, пускай получит. И что я потом вижу? Он выкладывает эту фотографию, где он с этими же друзьями в таком же порядке у этой стены стоит, когда им там лет, наверное, по 10-12, и вот он на свадьбе, да, то есть, там прошло, там, не знаю сколько, 15 лет, и я понимаю, что вот эта фотография на фоне этой стены в таком порядке им вот важна была, и если бы я их поставил потом где-нибудь в красивом месте, там вот там сзади, не знаю, там единороги с радугой были, вот, не зашла бы, ну, не то бы было совершенно, потому что им нужно было здесь и сейчас, и вот именно на этом месте, поэтому всегда нужно узнать у человека, что он хочет. Почему? Почему именно этот кадр, почему именно в этом месте? Скажи, Дим, как ты относишься к тому, что утро часто собирают не у себя дома, утро невесты, утро жениха, а где-нибудь в красивом номере, в отеле? Нормально, почему нет? Я не то чтобы советую собираться в красивом номере, да, но, тем не менее, это будет гораздо лучше. Гораздо лучше почему? Если для людей принципиально собраться дома, если им принципиально, чтобы их собрала мама, если им принципиально, чтобы вот из этой комнаты их забирали, то есть ты сам прекрасно понимаешь, что в этой ситуации мы делаем что? В этой ситуации мы снимаем минимум общих планов, снимаем в основном крупные портреты, да, потому что общие планы, понятно, что там какие-нибудь там детские игрушки, фотографии подсунуты под серванты, ну, как бы у большинства так есть, да. Много девочек-фотографов мне рассказывают, что они работали у тебя ассистентами, начинали с этого. Сколько ты воспитал фотографов? Ты прямо так сказал, очень много, я сейчас... Ну, не знаю, я вот... Человек пять, наверное. Да? Да. Ну, вот, возможно, я не знаю, со всеми петерами разговариваю. Наверное. Ну, как бы для меня прям, значит, все равно, то есть не один человек, не два, прям... Не один, не два. Вот, не один, не два. Почему? Потому что сейчас у меня постоянно ассистенты, и всегда... В любом случае, ассистент — это человек, на которого ты полагаешь целиком и полностью, да. Это человек, который не только держит свет, там, не знаю, там, носит сумку или еще что-то. Ассистент не фотографирует тебя? По необходимости. То есть, если это ассистент, который будет снимать, да, то есть это уже полноценный второй фотограф, то это классно. Но, как бы, не всегда это надо. Вот. Поэтому, если мы говорим о скольких, ну, человек пять, наверное. Вот. Почему девочек? Очень просто. Я практически никогда не беру парня в ассистенты. Объясню, почему. Мне в некоторых случаях проще работать с девочкой. То есть, мне ее можно подсунуть на утро невесты, где она снимет такие кадры, которые просто перед парнем не снимут. У девочки, если это снимающий, да, фотограф, то у нее немножко свой взгляд. То есть, все равно это по-другому. Даже сейчас, когда я сажусь отбирать, например, там, свадьбу или просто какую-то фотосессию и так далее, да, то есть, у меня иногда там жена сидит рядышком и так поглядывает, что я делаю. Она говорит, во, вот этот кадр оставь, оставь. И я такой смотрю и понимаю, что в нем технически вот, ну, прям вот брак абсолютный, да. Она говорит, оставь. И потом смотришь на этот кадр, а невеста прямо вот чуть ли не в топ кадров за всей свадьбой. То есть, это другой взгляд. Моя свадьба, которая была совсем недавно, она была, ну, наверное, не так, как проходит большинство свадеб, с которых я работаю, да. Вот. Что там было кардинально? Кардинально ничего. Это была роспись в четверг. Мы поехали в ЗАГС в Воронеже. Мы расписались. На росписи были только родители. Вот. После этого мы поехали с ними в ресторан, посидели. Там человек восемь нас всего было вместе с нами. И мы на, ну, две недели там больше, там недели три получилось. В общем, мы уехали, да. И там у нас была вторая регистрация. Там это уже было все красиво. Арка, дикие орхидеи, на берегу моря, слоны живые по краям стояли. Прямо на регистрации? Прямо на регистрации, да. Вот. Это отдельная история. Ты, если хочешь, мы потом запишем отдельный ролик. Особенно по стоимости, когда все, сколько это вышло. И то, что мы это сделали сами. Вот. Не через агентство, ничего. Мы это организовали за один день. Как можно организовать слонов? Легко. Ты открываешь либо Google, либо Maps.me, пишешь туда слоны, едешь на эту точку в Таиланде. В Таиланде? Да. А, ну там со слонами нет проблем. Там со слонами нет проблем. Ты им просто через Google Translate объясняешь, что вот хочу слонов вот туда вот в это время. Сколько стоит? Они тебе говорят, ты говоришь, огу. Ну, все. А вы отмечали, брали с собой друзей? Да, друзья с нами ездили. Как вы? По поводу фотографов, посоветую, как выбрать. Начинающая невеста, первый раз выходит замуж. Ты так хорошо зашел, начинающая невеста, первый раз выходит замуж. Ну, да, да. А второй, третий раз, легко. Уже нет проблем, ей не нужен совет. А вот первый раз. Она все знает. Да, первый раз. Как найти фотограф? И по каким критериям оценить? Вот это хорошо, это похлопит? Соцсети, соцсети. Ну, окей, там сейчас много. Ну, да. Вы просто открываете кадры, вы смотрите кадры, которые там есть. Просто картинка нравится, не нравится. Потом вы смотрите на самого человека. Просто вот по лицу, по внешности. Нравится он вам или не нравится, да? Почему по лицу, по внешности? Потому что, ну, если по каким-то определенным критериям неприятен человек, у него, например, не знаю, там, голубые глаза, к примеру. С детства не любишь голубые глаза. С детства не любишь голубые глаза. Вот, к примеру. Да, и вы не хотите человека с голубыми глазами на свадьбе. Вот, вы просто его не берете, да, то есть абсолютно, может быть, все что угодно. Я слышал, есть такая теория, что некоторые невесты не хотят красивую девочку-фотограф. Почему? Потому же у них, можешь сказать, нет? Ну, просто потому что она, не знаю, оттесняет красоту, я не знаю, что-то. Может быть, да. За голубыми глазами, мне кажется, это более эффективно. Да, кстати, тоже пример. То есть вы смотрите на человека, да, вы смотрите вообще на его жизнь. То есть что он делает? Вот просто интересно смотреть на его фотографии как на личности, да, то есть может быть там чем-то он увлекается или еще что-то. Просто вы понимаете, сможете вы с этим человеком находиться весь день или не сможете. Вот, созваниваетесь, встречаетесь, списываетесь как угодно с этим человеком. И зачастую это по телефону можно услышать, просто как человек общается, как он с вами идет на разговор, да, то есть... Ну, понятно, есть контакт, нет контакта, понравился? Да, есть контакт, нет контакта, все просто, понравился, не понравился, все. Потом вы можете, в конце концов, открыть интернет, вбить там отзывы о таком-то фотографии, не знаю, о таком-то специалиста, спросить у какого-то друзей и так далее. Но в первую очередь всегда ориентируйтесь на себя, это во-первых, а во-вторых, ну, это, наверное, знаешь, здесь никто не застрахован, здесь просто пожелание. А вот самое главное, что желаю, это всем, чтобы любой специалист, который был на свадьбе, он был профессионал и в первую очередь он был ответственным. Ты не задерживаешь свою свадьбу? Нет, у меня сроки прописаны. Нет, были, был период, когда я задерживал свою свадьбу, да, то есть я, честно говорю, после этого я понял, что все, надо в чем-то себя ограничить, надо где-то поставить стоп. Был период, когда я за год снял, прям вот помню, это число 68 свадеб, и это было просто пипец, это было пипец. Ты никому не отдавал обработку? Нет, у меня были попытки найти обработчик, но так вышло, что, не знаю, то ли меня что-то не устраивает, то ли, ну, в общем, по стечению обстоятельств, да, по стечению тех или иных, получилось так, что все свадьбы я обрабатываю сам. Вот, а другие какие-то съемки я могу отдать, то свадьбы сам. И бывало такое, что я там свадьбу там, было, что не отдавал там полгода, да, но, да, у меня это полгода было прописано там в договоре, то есть это было. А, это еще нормально? Да, я себя чуть ли не расстреливал за эти полгода, когда на улице, не знаю, там, ты свадьбу снимал летом, а отдаешь ее там перед Новым годом, нати, держите, новогодний вам подарок. Это уже как подарок, да. Хотя, да, слушай, хороший вариант. Нет, сейчас, сейчас уже нет, сейчас уже средний срок, это месяц, причем иногда даже получается быстрее. Спасибо за уделенное время. Спасибо тебе, Сережа. Был раз знакомству. А мы сейчас должны пожать друг к другу и сказать, первый раз познакомились. Ну, второй раз, я не знаю, мы тоже все равно. Познакомились-то сейчас, как бы, вообще. А, ну, хорошо, да. Я теперь тебя, как бы, хоть знаю, так, знаешь, как, можно сказать, как друга. Много историй каких-то офигенных. Да, про горячую гору, про затвор, про шесть месяцев. Класс! Все, нет. А то очень холодно. Да, согласен.